Друзья, всем привет! В этом видео я вам хочу рассказать о небольшом лайфхаке, который я использую часто в моей работе. И назову его так. Используй полезное пространство с пользой и с толком. А откуда я возьму это полезное пустое пространство, я вам расскажу дальше в этом видео. Сейчас я нахожусь в помещении, где я делаю ремонт ванной комнаты. Данные стены сделаны из подогребневых плит. И сама плита занимает около 7 сантиметров. Соответственно, вот эти 7 сантиметров уже при демонтаже увеличивают нашу комнату. Так как подогребневые плиты сделаны из гипса, я спокойно могу демонтировать ее, обрезать с помощью сабельной пилы фирмы Dexter. Она очень легко, спокойно режется, то есть мы его отрежем по уровню, так как нам надо, и по тем углам, которые нам нужно. Соответственно, связавшись с заказчиком, я предложил ему увеличить данное помещение на 10 сантиметров. Точнее, не помещение, а душевую кабину. Заказчик, недолго думая, естественно, согласился с такой идеей, потому что целостность конструкции данного помещения не нарушается. Все будет идти согласно проекту. Единственное, только душевая кабина увеличится на 10 сантиметров. Естественно, вентиляционные системы и системы водоснабжения при этом никак не пострадают, потому что мы их никоим образом касаться не будем. Только чуть-чуть сдвинем стену в сторону вентиляции и тем самым увеличим наше пространство в полезную площадь в душевой кабине. Так что совет мой вам на будущее всегда используйте с пользой пространство, которое можно использовать, которое нужно использовать. И то пространство, которое у вас всегда спрятано за стенами. То есть, по возможности демонтируйте все стены, которые у вас есть в помещении для того, чтобы расширить границы своих возможностей. На этом я заканчиваю данное видео с лайфхаком. Ну а то, что у меня получится, вы можете увидеть в следующих видео, которые также выйдут на моем канале Перестройка 116. И вы уже увидите конечный результат моей работы, которую я проделаю на этом объекте. Ну а также можете посмотреть другие видео, которые также связаны с ремонтом и полезные советы, которые я даю всем, кому это нужно и кто этим пользуется. Ну что ж, на этом у меня все. Всем спасибо и до новых встреч на канале Перестройка 116. Всем пока-пока!